Смотрите сегодня, где водятся замаскированные миллионеры. Раз миллионер, два миллионер, три миллионер. И что они коллекционируют? О, ничего себе, какое огромное пространство. Чем увлекаются гениальные учителя? Если б я был султан, я бы имел трех жен. И что набирает сотни тысяч лайков? И мы поговорим сегодня ни много ни мало о том, что же такое любовь. Все покажет и все расскажет только Лиза из Сохо. Лиза Каймин. Телеведущая, гламурная дама и светская львица, которая гуляет сама по себе. Звать ее бесполезно. Она сама появится там, где захочет. Проскользнет туда, куда не пускают. Где роскошь, блеск, баловство и капризы. Там Лиза. Сегодня я приехала в долину замаскированных богачей. Именно так называют Силиконвалой. Здесь живет и работает Михаил Портнов. Очень загадочная личность. Король тестеров. Интересно, что это такое? Говорят, что в Кремниевой долине его знают все. И главное, он не только сам зарабатывает миллионы, но и делает других миллионерами. Очень нужен волшебный пиндель. Так и легко. Сегодня в доме Портновых Михаила и его жены Светланы вечеринка. Только для ближнего круга. Но меня, как вы понимаете, здесь, конечно же, ждали. Тихая улочка в одном из городков Кремниевой долины. Самый маленький домик здесь стоит полтора миллиона и выше. Сколько стоит дом наших героев, мы оставим в секрете. Как вы уже догадались, вечеринка у них в стиле 60-х. И, наверное, семья Портновых меня уже заждалась. Говорят, айти-миллионеры богатства на показ не выставляют. Живут, как аскеты. Спят на продавленном матрасе и ходят в одной футболке всю жизнь. Ну что же, проверим. Здравствуйте. Привет. Здрасте. Это вашим дамам. Дама, дама, забирай, забирай корзинку. Это очень эффектно. Еще бы не эффектно. Я специально подбирала желтые цветы под свое лиловое платье. Интересно, заметит ли кто-то и мою стильную прическу в духе 60-х? Специально к вечеринке постаралась. Правда, гостей пока нет. Но есть время осмотреться. Так, очень просторно. Все в бежевых тонах. Никаких изощренных мозаик, фресок, золотых колонн. И правда, не видно. Зато есть стильная картина с обнаженными дамами. Ну, это, конечно, не рубинцевские женщины, но формы те же. А вот и гости начинают прибывать. Сначала дочь Портновых. Кстати, очень успешный и дорогой адвокат по стартапам. Здравствуйте, Лиза. Очень приятно. Очень красивая платья. Спасибо, у вас тоже. Мужчина с бутылкой и комсомольским значком оказался техническим руководителем гигантской IT-компании. Серега, ты очень одет под софи, ты очень классненько. Светы ручки, да? Я только светы ручек взял подышки. Вскоре подтянулись и другие интеллектуальные сливки Калифорнии. Уважаемый доктор микробиологии, известный композитор с женой Анна Скрипач, старший разработчик компании Майкрософт. А вот та дама в забавной оранжевой шляпке и очках – директор компании Oracle. Женщина с заоблачным IQ и таким же счетом в банке. У вас очень красивая шляпа. Здесь очень такой экстравагантный наряд. И никаких сумок Биркин, бриллиантовых запонок и шелковых галстуков от кутюр. Действительно, замаскированные миллионеры. На что же эти люди тратят свои состояния? Я отвлекла хозяйку от гостей. Все же женщины легче выдают секреты. Светлана согласилась показать, куда она вкладывает деньги. Что это будет? Драгоценности, породистые скакуны. Оказывается, она коллекционирует дома. О, ничего себе! Какое огромное пространство! У меня были мраморные колонны, да? Да. И мраморные колонны, и пол из дорогущего красного бразильского дуба, и винотека. Светлана называет этот дом «мой дворец». Он был построен по ее проекту. Сколько вообще построен дом стоит вот такой? Очень дорого. Да? Да, в общем, дело в том, что если бы мы не вырывали этот бейсмент, это очень дорогая штука. Если ты слышишь, то это у кого-то нет, такая чашка в доме. Да. Светлана продала дворец пять лет назад. И самое любопытное, дом у нее не один. Сейчас их пять. И все перекроены по ее дизайну. Здесь у нас в Калифорнии очень много именно старых домов. Новые дома мне вообще не интересны. А я заходишь в старый дом, и просто я вижу, что если можно вот эту стенку открыть, например, а эту закрыть, и дверь перенести отсюда сюда, то получается совершенно другое качество. Знаете, уже однажды начав что-то строить, остановиться невозможно. Она просто любит это. Это хобби. Ну, да. Да, это хобби. Покупать и перестраивать дома – это такое. Это самореализация такая. Я тоже такое хобби, пожалуй, хочу. У меня есть такая мулька, я говорю, что вот нормальная женщина, там, обычная. Ну, что там ей? Ну, колечко там. А Света, а ей колечко не нужно. Потому что она ей так мало интересуется. Она говорит, ой, смотри, какой домик. Вот и так. Ну, я утрирую, но... Ну, домик-то подороже колечко-то будет. А все пять перестроенных домов сдаются. За пять-шесть тысяч в месяц каждый. А глава семьи трудится там, где люди наживают баснословное состояние. Раз миллионер, два миллионер, три миллионер. В Кремниевой долине по одежке не встречают. В кармане драных джинс вполне может быть платиновый Американ Экспресс. Ну, и я сегодня решила по-простому. По-миллионерски, так сказать. Ну, чтобы не выделяться. Где-то здесь, в своей любимой футболке, сейчас ходит основатель Facebook Марк Цукерберг. Его состояние намного больше, чем его возраст. Не исключено, что из-за угла появится основатель WhatsApp Ян Кум. Кстати, этот миллиардер родом из Киева. Или, опять же, наш Сергей Брин, разработчик Google, когда-то живший в Москве. Кстати, у здания Apple ни одной дорогой машины. Значит, правду говорят, что долина заполнена миллионерами, которые не умеют тратить деньги. Вот они, спортивные автомобили местных миллионеров. Желтый, черный, серебряный, синий и даже фиолетовый. В этом заповеднике яйцеголовых умников иногда попадаются даже женщины. Между прочим, вот этого зеленого человечка, который стал символом системы Android, придумала русский дизайнер Ирина Блок. И неплохо на этом заработала. Но в основном интеллектуальный балл здесь правят мужчины, гении науки или гении IT-маркетинга. И школу Михаила Портнова тут знают все. Процент в 50 тестеров компьютерных – это его выпускники, а остальные знают про это. Кто же такие тестеры? Нужно посетить это таинственное место, где учат зарабатывать деньги. Самое интересное в Кремниевой долине. Я сейчас собираюсь примирить футболку Google. Встреча на поле для бездомных. Это вполне может быть Цукерберг или Брин. Тестер. Звучит заманчиво. Господа продюсеры, господа операторы, всем спасибо. Миллионы даются непросто. Был момент, когда у меня слезы текли, у меня вся майка была мокрая. И скромная дача за миллион долларов. Посмотрите на этот тюль. Ну чем не Советский Союз, а? Все покажет и расскажет только Лиза из СОХО. Сегодня я явно в необычном для себя месте. Ни на яхте, ни в шикарном пентхаусе, даже не в бутике. Сегодня у меня экскурсия по IT-мекке. Вот она, святая святых, офисы компании Apple. Яблочко! Вот он, знаменитый лайк Фейсбука. Здесь делают селфи все туристы. Ну и я туда же. В Кремниевой долине у всех все хорошо. А это уже офис Google. Здесь хранится информация. Это самое ценное, что у нас есть. Стоит баснословных денег. И больше, чем Google, про меня лично, пожалуй, знают разве что Господь Бог. А вот здесь вот я живу. Кстати, здесь тоже нашлось хоть что-то понятное и интересное для девушки. Я сейчас собираюсь примерить футболку Google. Ну, Google я бы, конечно, отсюда убрала, но цвет клевый. Вуаля! Ну что ж, теперь я ничем не отличаюсь от местных миллионеров. Ну а теперь пора в гости к одному из местных гениев. Михаилу Портнову. Вообще, содержать бизнес здесь дело не шуточное. Аренда помещения стоит 12 тысяч в месяц. Парковка 2 тысячи. Уборщица еще 2. Итого 16 тысяч в месяц. В год получается около 200. Это не считая персонала. Можете себе представить, какой этот бизнес должен приносить доход, чтобы он был рентабельный? Портнов Computer School готовит тестеров. Кстати, до Михаила такой профессии в мире не было. Все началось в 90-м. Когда он со Светланой приехали в Сан-Франциско из Москвы. И без языка, без капитала поначалу бедствовали. А потом один приятель предложил прочитать книжку по программированию. А я все-таки электронщик. И я все время писал на чем-то в таких странных форматах. Там в двоичных кодах, в 16-ти ричных, на ассемблерах. Ну, когда микропроцессоры. Это вы сейчас с кем разговариваете? Он сам стал первым тестером программного обеспечения в мире. А уже через пару лет открыл собственную школу. Ну, есть такая шутка. Если ты не любишь работать, значит, тебе надо учить других работать. Он просто учитель. Вот по своему менталитету он был учитель. Ему нравится чему-то учить. И даже не важно, чему. Вскоре в его школу уже стояла очередь. Сколько стоит обучение? Ну, на сегодня 4,5 тысячи на кампусе. И в онлайне тысячи. И сколько примерно в месяц записываются студентов, поступают к вам? Ну, у нас за год человек 450-500 здесь. И еще 500-600 в онлайне. Ну, то есть где-то около тысячи. Тысяча человек в год. Тысяча человек проходит обучение в школе Портнова в год. Ну, неудивительно. При таких деньгах можно позволить себе хобби коллекционировать дома. Или завести совсем удивительную для Америки недвижимость. Дачу. В Санта-Крузе. Городе с шикарными пляжами, дельфинами, морскими львами. И бешеными ценами на жилье. Ну, вот мы буквально 2 минуты прошли от вашего дома. И вот такая красота. А какой здесь порядок цен на недвижимость в округе? Зависит от расстояния от океана. Чем ближе к океану, тем дороже. Ну, самое дорогое. Ну, я думаю, близко к океану около 3 миллионов. 3-4 миллиона, если он смотрит на океан. И подальше, это уже вот на нашем уровне, где-то порядок, где-то около 1 миллиона. Ну, такой, как у нас сейчас стоит миллион. Дача за миллион оказалась небольшой, но очень уютной. И самое главное, какой до боли знакомый интерьер. Посмотрите, вот эти супер успешные, супер богатые люди, у которых дача в Санта-Круз. На что они тратят деньги, как вы думаете? На то, чтобы создать вокруг себя то, о чем мы всегда мечтали в Советском Союзе. И некоторые не могли это иметь. Например, посмотрите на этот тюль. Ну, чем не Советский Союз, а? У нас такой на даче висел тоже. Ностальгия прямо. А вот этот прекрасный диван. По-моему, в России, в Советском Союзе, в советские времена, это называлось диван Наташа. Модель, которая раскладывается вперед. Прекрасные такие половички на нем. Вот. Ну и, конечно же, плюшевые игрушки. Куда без них? На этой даче есть даже аналог своего огорода. Правда, грядки не рядом с домом, а неподалеку. Это клубничное поле. Специально для бездомных. Чтобы они могли зарабатывать, собирая ягоды. А все, что съедят, бесплатно. В Калифорнии даже поля для бездомных сертифицированы органик. Вот так. Миллионеры тоже не прочь собрать клубнику. Потому что если вы увидите, например, на этом поле человека в серой футболке, кверху пятой точкой, не подумайте, что это участник программы для бездомных. Это вполне может быть Цукерберг. Или Брин. Ну, или еще какой-нибудь Гугл. В магазине такое же лукошко клубники стоит 4 доллара. Здесь дешевле. Вот Светлана с Михаилом и экономят. И меня заразили. Стоит лукошко 3, но когда 2 берешь, то стоит 2,50. То есть за 10 долларов 4 лукошко можно собрать? Да. Но на сегодняшней вечеринке никакой экономии даже не пахнет. Этот огромный праздничный стол с тоннами закусок, конечно, заказали в дорогом ресторане. Я не делаю какие-то такие фэнси блюда, но говорят по нормальному еду. Там проклиты, там, бульс, курицы какие-то, супы нормальные. Ну, нормальную еду. В общем, нормальная еда – это только наша еда. Вот так вот. Калории бездна. Ну, аппетитно до безумия. Чего здесь только нет. И оливье, и селедка под шубой. И другая вкуснятина. Вообще есть абсолютно ощущение нового года. Вот действительно, посмотрите на стол. Это абсолютно новогодний советский стол. Вот тут вот еще, обратите внимание, ядство. А вот и практически диско-шар. Слушайте, прямо такая ностальгия начинает мучить, даже по тому времени, в котором я не жила. Вечеринка 60-х явно удалась. Причем не в американском стиле. Никаких буги-буги, рок-н-ролла и стиляк. Это явно квартирные посиделки в СССР. Физики, лирики и песни под гитару. Полюбился мне ковбой, оказался голубой. Теперь к гедрёна прерия, ой, никому не верю я. Класс! Очень здорово на самом деле. Да, приятно. Михаил явно натура артистическая. С удовольствием позирует перед камерами. Тогда я еще не осознавала, что жизнь этого миллионера давно проходит на показ. И за ним наблюдают сотни тысяч людей во всем мире. Школу Портнова уже 20 лет очередь желающих. Неудивительно. Тесты разрабатывают очень прилично. У нас есть ребята, которые... Ну, опять, это не то, что все так могут, но у нас были ребята, которые за год, там, за полтора-два выходили на уровень 100-120 тысяч. Но это уже нужно немножко программировать. Слушайте, вы меня так вдохновили уже, что мне кажется, что это мы записываем последнюю программу. И дальше я иду на ваши курсы. И буду жить. Это не будет чем-то очень удивительным. Это часто случалось. Да, и сейчас я с женами дойдет продюсер. Господа продюсеры, господа операторы, всем спасибо. До свидания. Кажется, в жизни Портновых всегда были деньги, удача, клубника и дворцы. Ничего подобного. Чтобы пробиться в миллионеры, пришлось многим пожертвовать. Если бы я вам это рассказывал, там, пять лет назад, меня бы колотило от одних воспоминаний. Но сейчас, поскольку все это смылось, то я как-то спокойнее к этому отношусь, как-то отстраненно. Пять лет назад был обвал интернет-бума. Студенты исчезли, про Портнова все забыли. Тогда и он, и Светлана боялись, что это навсегда. Это очень люди, которые работают, которые пашут. Это не то, что деньги на них свалились, как бы они выиграли что-то, или случайно вложили во что-то, что выросло. В истории школы это, кстати, уже не первый кризис. А тогда я был неопытный, и мне было очень плохо от этого всего. Я нервничал, Светлана меня там, может, как-то спасала. Вот. И вот диабет на этом деле получил. Сахарный диабет стал расплатой за череду нервных срывов. А миллионы – наградой за то, что он это выдержал. Свою непростую историю эмиграции Портнов захлеб записал. Буквально за несколько дней. Получилась книга. Я не мог остановиться. Я писал, был момент, когда у меня слезы текли. Почему-то вдруг. Я не плакал, плакал, но вот текли слезы. А я в это время на клавиатуре, значит, орудовал. У меня вся майка была мокрая. А я не мог остановиться. Я писал, писал, писал. Час его книга, его советы и его мнения очень популярны. Здравствуйте, друзья. В интернете. На собственном канале Михаила и Светланы. Название, конечно, помпезное. Голос Силиконовой долины. Но 128 тысяч подписчиков – это о многом говорит. Здравствуйте, друзья. Сегодня на канале Голос Силиконовой долины с вами Светлана Портнова. И мы поговорим сегодня ни много ни мало о том, что же такое любовь. Видео выкладываются буквально каждый день. Михаил как проповедник. С ним советуются обо всем. Как получить грин-карту, как живут эмигранты и даже зачем терпеть жену, которой за 40 и внешний вид уже не тот. Я первый, да, начинаю. Света хочет меня подставить, чтобы я что-то сказала, а потом она раз и скажет что-то красивое. Я ничего. Я шучу, я шучу, я шучу. Портновы снимают себя везде. В машине, на работе, дома, на даче, когда готовят еду или выбирают очередной дом для покупки. Вот тут. Вот тут брекфастная? Ага, а это формула. А ту формула. Вон ту формула. В общем, тут места много для всего. Нельзя показывать самое дешевое, вот я понял. Когда мы показывали сарай, такой, ну, на снос, там, за 800 тысяч, все возмущаются. Говорят, да что же это такое, там, целое состояние за сарай. А когда ты показываешь какую-то такую, ну, я не знаю, усадьбу, и там 7 миллионов, вот это вещи. Там, с колоннами, там, с борцами, с целью. Ну, конечно, сколько, богато. Богато, богато, да. И так вот, ну, это, да, это стоит. Есть видео, которые собирают более 300 тысяч просмотров. То есть не оставляют комментариев там, типа, вот предатели Родины. Конечно, обязательно. У меня в основном либо предатели, либо евреи, что-то же самое. Что-то, да, абсолютно. Ну, еще что-то. А, еще вот это вот, вместо того, чтобы свою страну поднимать, они, значит, туда, да. Но у меня забанено там полторы тысячи человек. Но фанатов еще больше. Вот, например, эту коллекцию шляп надарили поклонники канала. Ой, какая прекрасная фуражка. Кроме фуражек, десятки тюбетеек и ракесы, даже викинг. Я вот эти штуки не люблю ходить на рогами, на эти закосики. А эта папаха явно самая любимая. Так. Берете, значит, часть волос закладываете сюда, чтобы на лицо не попадало. Если б я был султан, я бы имел трех жен. Это, конечно, шуточная песня. На самом деле у Михаила единственная женщина, которую он обожает уже 40 лет. Я пересмотрела десятки видео с их канала. Но, честно, самое трогательное и искреннее – это ролики с их рубиновой свадьбы. Вроде и снята наивно, и сцена наигранная. Но вот я им верю. Эти двое вместе счастливы. Сто процентов. У супругов-портновых есть все, о чем принято мечтать. И любовь, и солидный счет в банке. Правда, они, миллионеры, все же специфические. Замаскированные. Не гоняются за понтами и брендами. И строят свою жизнь в Америке явно на советский манер. Но у богатых, как известно, свои причуды. Ну и, конечно, отдушина хозяйки в караоке – музыка советских времен. Можно песню окончить и простыми словами. Если эти простые слова горячи, Я надеюсь, что мы все встретимся с вами, Дорогие мои москвичи. Вот такие шестидесятые у миллионеров из Кремниевой долины. Света музыка, караоке, Порошки с капустой. Вроде все просто. А многомиллионное состояние Может разглядеть только опытный глаз. Такой, как у меня. Меня ждут везде. Но я сама выбираю, куда пойду в следующий раз. Ваша Лиза Исок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова